Экология Экология – это информационно-психологический инструмент воздействия в политических целях и для достижения определенных результатов, имеющих политические последствия. На слуху в этом году Брест. В Бресте это об экологии или это о чем-то другом? Самый главный индикатор, когда мы видим, что что-то заработало, это когда к какой-то деятельности подключается бизнес. Люди там жить будут, они не знают правды. И с одной стороны, со стороны тех, кто им устроил этот завод, и со стороны тех, кто пытается их вывезти на площадь. Речь идет не об ужесточении ответственности, а о неотвратимости ответственности. Наша атомная электростанция как раз-таки полностью отвечает современному запросу мирового сообщества. Приветствую всех. Это «Экспертная среда», совместный проект Белорусского института стратегических исследований и Белорусского телеграфного агентства. Это наше уже третье заседание. Сегодня у нас такая интересная тема. Мы ее заглавили как «Экология, мода или потребность». По ходу нашей встречи мы постараемся раскрыть вот именно вот эту дихотомию. Последнее время, ну не знаю, так кучно пошло вот в конце года. Саммит ЕС – один из основных вопросов изменения климата. Конференция в Мадриде. 200 стран-участников тоже обсуждают, что делать, чтобы не допустить потепления окружающей среды. Даже первый вопрос студентов, с которым мы в прошлую пятницу наш президент встречался в Медуниверситете, и то звучал о экологической безопасности. Не о зарплатах, не о жилье, а именно об экологической безопасности. И, конечно же, не могу не отметить интересное медийное событие, но о нем чуть позже. Это была такая затравка. Я сначала представлю наших гостей. У нас сегодня за круглым столом собрались Екатерина Речиц, аналитик БИСИ, Владимир Нестюк, доктор философии и исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика», профессор, доктор юридических наук Тамара Макарова, заведующая кафедрой экологического и аграрного права Белорусского государственного университета, Ольга Постоловская, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета, и Дарья Чумакова, заместитель директора по программной деятельности, руководитель программы по экологически-дружественному образу жизни, учреждение «Центр экологических решений». Что ж, коллеги, будем начинать. И перед тем, как мы приступим к обсуждению таких вопросов, которые позволят нам заглянуть за горизонт, что ставит своей целью наш проект, я вот хочу узнать ваше отношение о медийной новости, которую я проанонсировал. Вот на прошлой неделе журнал «Этайм» объявил Грету Тунберг «Человеком года». Как вы думаете, что вот в этой новости больше, реальной борьбы за окружающую среду или пиара? Прошу, коллеги, высказывайтесь. Катерина, может быть, вы начнете. Вот если мы проанализируем всю историю борьбы Греты Тунберг с экологическими проблемами, а не как личности, то есть будем абстрагироваться от каких-то ее личностных, да, в общем-то, аспектов, то что мы можем проследить, значит, долгое время активность Греты, да, она во многом даже вызывала какое-либо отторжение, да, у большой части аудитории. И отторжение это происходило в основном потому, что многими был, в принципе, понимаем тот факт, что Грета – это определенный образ, который движется с помощью пиар-технологий. То есть всем, в принципе, известно, ни для кого это не секрет, что у девочки есть продюсер, да, который даже, возможно, это продюсерская группа, которая активно участвует в продвижении образа Греты. И вот что мы видим? Как только популярность этого образа доросла до каких-то максимально критических отметок, соответственно, произошло перетрансформирование, да, этого образа, и уже с такого агрессивного, какого-то враждебного, возможно, да, по отношению, по крайней мере, к правительствам государства образа, мы видим совершенно другую историю. То есть девочка становится объектом для научной мифологизации, она становится уже, можно сказать, продуктом массовой культуры, встречается с видными политическими, культурными деятелями и так далее. То есть как только был максимальный уровень вот этой пиар-активности достигнут, произошла перетрансформация. Поэтому можно сказать, что в медийном плане уж точно, да, это пиар-проект, а не как бы истинная история. И вот если мы подумаем, в общем-то, как вот эта вся пиар-история повлияет на действительную борьбу с экологическими проблемами, здесь как бы, ну, две будут правды. С одной стороны, как бы действительно было много предпринято шагов и отдельными специалистами, и государствами, и государственными объединениями для того, чтобы сохранить окружающую среду, да. И, естественно, если бы этой девочки не было, если бы она не появилась в определенный момент, то все равно борьба с изменениями климата или с другими экологическими проблемами так или иначе бы осуществлялась. И как это было и до, и сейчас это делается, и будет дальше продолжаться. Но вклад определенный, конечно же, она во все это общее дело внесла, потому что по-новому заставила посмотреть на эти проблемы мировое сообщество. Я вот, Екатерина, когда читал эту новость, смотрел реакцию на форумах, что писали комментаторы в интернете. Вот если говорить об этом, ну, я бы не хотел обсуждать саму персону, да. Ну, есть такая девочка, я уверен, что она действует искренне. Но что я видел в комментариях, вот люди чувствуют какой-то фальшь. Фальшь, которая связана не с самой Гретой Тунберг, а то, что рисуется вокруг нее, надувание вот этого медийного мыльного пузыря. И вот для наших людей это осталось незамеченным, как мне показалось. Коллеги, высказывайте, Тамара Ивановна. Спасибо. Знаете, месяц назад в Киеве мне пришлось отвечать на подобный вопрос. Должна сказать, что в Институте государства и права Национальной академии наук Украины очень позитивно воспринимают вот это явление Гретой Тунберг. Я же для себя это определила как феномен Гретой Тунберг и назвала это экологическим популизмом. Вы понимаете, друзья, дело в том, что любое движение, любая деятельность, она развивается постепенно. И вот когда эта девочка, витийствуя буквально в Организации Объединенных Наций, кричала, вы лишили меня будущего, вы лишили меня детства, она этим нивелировала все усилия, которые на международном и на национальном уровне были предприняты за все это время. Ну да, экологическое движение началось не с Гретой Тунберг. Ну, очевидно, наверное, да. И в этом смысле, конечно, наверное, надо возвлекать и не наверное, а точно детей, молодежь в дело охраны окружающей среды. Но хочется в этом видеть и какой-то позитив, и какую-то конкретику. А по принципу я прокричала, как петуха, солнце хоть не вставай, ну, наверное, это не лучше. Понятно. Да, я бы хотела прокричать. Я хотела бы процитировать одного из своих коллег, это российский известный климатолог, который сказал, что Грета — это как ребенок, который кричит, смотрите, король-то голый. И она кричит об этом, потому что политики и те действия, которые мы предпринимаем по защите климата, они недостаточны. Они вот это вот мыльный, скорее мыльный пузырь, чем сама Грета. Потому что Грета — это ребенок, да, это медийный проект, конечно, но она нашла в себе силы и возможность сказать, что остановитесь, потому что то, что мы делаем, этого недостаточно. И слишком много вранья, и мы не защищаем климат, и климат меняется. И мы все, и сама Грета под угрозой, потому что климат сейчас значительно и очень сильно меняется. А вот есть ученые, которые говорят, что ничего не меняется, это закономерный процесс, деятельность человека тут ни при чем. Уже мы прошли тот этап, когда скепсис касательно изменения климата уже пройден, и климат меняется, это нужно принять, с этим согласиться. Есть гигантское количество исследований, и последний доклад ученых, МГИК, о том, что климат меняется, и на полтора градуса мы разогрели окружающую среду, и с этими изменениями бороться уже практически невозможно. То есть нам уже речь идет не о том, чтобы остановить изменения климата, а о том, чтобы успеть к нему адаптироваться. Здесь нужно еще все-таки признать, что вот эта климатическая забастовка, которая является следствием такой массовой беспокойности, Климатическая забастовка, это вы что имеете в виду? Это я имею в виду те протестные движения, которые направлены, значит, против недостаточности действий правительства, как раз таки в этом отношении. То вот подобные проявления активности людей, они уже в истории, это не первые. Примерно, наверное, каждые, может быть, 50 лет, вот Тамара Ивановна, наверное, более уточнит, какие-то такие всплески активности социальной на почве экологических каких-то изменений, якобы, ну или действительно, или якобы угрожающих вообще самому существованию человечества, они наблюдаются. И как бы мы уже, в принципе, как говорится, такое проходили, да, в общем-то. Но вот в данном случае, когда мы имеем в виду вот этот проект, да, просто, наверное, общество доразвивалось, ну на этот раз до определенного какого-то этапа, что вот пазлы так удачно сложились, и было очень удобно встроить заинтересованным общественным политическим силам именно образ Греты. Если бы не эта девочка, да, то появилась бы другая девочка, возможно, бы и не девочка, а какой-то другой образ. Но на сегодняшний день, с учетом того, что все-таки население, ну, грубо говоря, хочет такого хайпа, да, вот этот образ явился наиболее, наверное, удачным для того, чтобы быть продаваемым для широкой аудитории. Другое дело, насколько это поспособствует сохранению окружающей среды. Так же, как и эти протесты. Ну вот люди вышли, вышли искренне, вот попротестовали, ну дальше что? Как это повлияет на принятие решения? Но согласитесь, молчание тоже никак не влияет на принятие решения. Если мы соглашаемся с тем, что правительство за нас принимает решение о том, каким будущее наше будет завтра, и будет ли оно у наших потомков, то как бы не каждый будет готов молчать. Так не приняли, вот в том же Мадриде, где были эти протесты, где и Грета приезжала тоже в них участвовать, собралась конференция. 200 стран принимают участие, обсуждают серьезные вещи. Как сделать, чтобы не было потепления климата? На выходе принимаются коммунике, вот вчера, да, по которому даже генсек ООН высказался так очень скептически, экологические движения высказали скептически зарубежные. Так в чем проблема? Люди хотят, страны хотят, вот на уровне ЕС обсуждают. Так в чем проблема? Ну, я вижу тут еще, простите, экономические выкладки, да. Не случайно же Трамп вышел из Парижского соглашения два года назад, да, обосновал, что ребята, нам это невыгодно, нам это слишком дорого. Ну, давайте вернемся к Грете. Вот, давайте. Значит, в отличие от всех, кто присутствует за этим столом, у меня большой опыт работы в политике. В политике есть такое понятие черный пиар. Вот то, что произошло с Гретой, на мой взгляд, это черный пиар. Это определенные силы, уважаемый Юрий, как вы правильно говорите, экономические, политические силы, заинтересованы сегодня в том, что появился такой ребенок. Это не земная цивилизация ее делегировала. Это определенные люди, которые сегодня проплачивают ей катание на лодке по Атлантическому океану, которые проплачивают ей полеты, которые отстояли ей альтернативную Нобелевскую премию. Это совсем не земная цивилизация, это совсем не экологические движения. Это просто заинтересованные политические и экономические силы, которые запустили эту тему через ребенка. Так вот, хочется, Владимир Петрович, адреса, явки от вас попросить, кто они, кто эти силы. Нет, у нас есть страны в мире, которые считаются вообще первопроходцами, являются лидерами в борьбе за экологию. Скандинавские страны, я обобщу немножко. И, конечно же, им сегодня интересно стать не просто лидерами в решении этих проблем, но стать лидерами в дележе того пирога, который может обломиться после реализации Парижского соглашения. Сегодня идет речь о том, что миллиарды долларов придется вкладывать в то, чтобы реализовать экологические проекты. С одной стороны, это правильно. С другой стороны, дележ экологического пирога будет совершенно несправедливым, как это было с Киотским протоколом. Мы помним историю, Беларусь лучше всех выполняла требования Киотского протокола по сокращению вредных выбросов. А нас из экономической программы выбросили, и мы ни копейки карбонового бонуса не получили за то, что мы так старательно работаем. Нас выкинули не потому, что мы так старательно работали, а потому, что были нюансы во времени присоединения. Я в курсе всех этих дел, вопрос же в другом, что делить вообще ресурсы, которые будут выделены под реализацию Парижского соглашения, хотят все. И этого ребенка, во-первых, сегодня есть плюс, есть минус. Ребенок прокричал, но тут же дали оценку, что ребенок болен. Ну, не совсем здоров, будем говорить так. И сразу все вот эти вот призывы, лозунги, крики, они мгновенно растаяли вот в одном только том, что тут же в заключении медики дали, что ребенок не совсем здоров. Ребенка используют. Конечно, надо искать кто. Сегодня я не боюсь, не хочу брать на себя смелость заявить кто. Но это большая политическая международная игра. А то, что Трамп отказался выполнять Парижское соглашение и заявил о выходе из Парижского соглашения, это тоже объяснимо. Соединенные Штаты Америки никогда при том объеме промышленности, при той уже устаревшей базе основных фондов, они никогда не выполнят требования Парижского соглашения. И это может стоить им больших денег, которые по Парижскому соглашению придется выделять на поддержку экологических проектов в мире. Поэтому надо ко всему относиться спокойно. И везде надо искать все-таки экономическую и политическую подоплеку. Ребенка сегодня выставили, ребенок прокричал, но даже глядя на ее выступление, вот у меня это не вызвало никаких позитивных эмоций. Мы помним Самату Смит, мы помним много таких вот пиар-проектов. Это пиар-проекты, которые рано или поздно гаснут, но они не дают никакого эффекта. Вот я соглашусь с Владимиром Петровичем, хотелось бы в политическом таком разрезе ключей немножко дополнить. Следует сказать, что вообще экологическая сфера в настоящее время является политическим трендом. И в этой связи можно назвать, что экология это информационно-психологический инструмент воздействия в политических целях и для достижения определенных результатов, имеющих политические последствия. И вот возвращаясь опять-таки к Тунберг, да, к Грете Тунберг, следует сказать, что с одной стороны, да, это активный активист в области экологии, но с другой стороны, это обычный ребенок, к сожалению, может быть, да, с диагнозами, и, скорее всего, девочка здесь выступает в качестве инструмента политического. То есть, возможно, за ней стоят определенные лоббистские структуры, которые ратуют за реализацию парижских соглашений 2015 года. И поэтому в данной ситуации, вот с точки зрения такой политической, можно сказать, что прежде всего, наверное, девочка оказалась инструментом такого информационно-психологического воздействия, который сегодня стала экологическая сфера. Может быть, я попробую ответить на вопрос, на который не захотел отвечать Владимир Петрович, говоря о том, что, отвечая на обычные вопросы, кто виноват и что делает. Я, конечно, не отвечу, называя, как вы сказали, пароли явки, но хочу обратить внимание, что окружающая среда, природная среда – это всегда стечение, соотношение и одновременное действие двух факторов. Первое. Природная среда дает нам все то, что мы видим вокруг себя. Вы знаете, коллеги, я начинаю свои лекции по экологическому праву именно с этого. Все, что мы видим вокруг себя, все, что на нас надето, все, что мы съели на завтрак, идя сюда, все взято из природной среды. А значит, своей хозяйственной деятельностью мы ее постоянно меняем. А значит, мы должны предпринимать определенные усилия для ее сохранения. Вот главный конфликт. Эта парадигма, она никуда не уйдет. Будет это девочка или будет кто-то другой, самая большая проблема – это определить, как мы увидим и как мы задачам обозначим вот это взаимодействие. Вот эти две группы общественных отношений, которые регулироваться должны правом. Да, я очень благодарен вам за эту ремарку, потому что она мне позволяет очень плавно перейти на следующий вопрос. А кто задает в Беларуси экологическую повестку? Принято считать, что вот на Западе у экологической повестки Грета является олицетворением. А кто вот у нас в Беларуси является тем, кто дает толчок, обсуждению, дискуссию, принятие решений? Вот я не знаю, на слуху в этом году Брест. В Бресте это об экологии или это о чем-то другом? Кто у нас эти люди? Ну, знаете, более правильно, наверное, всех таких экологических активистов все-таки делить как бы на три среза. В первую очередь нужно все-таки отдать дань экологическим активистам, которые действительно профессионально занимаются сохранением окружающей среды. И они имеют специальную подготовку, они действительно конструктивно настроены к действующей власти, не идут в разрез с какими-либо политическими решениями и так далее. Но на сегодняшний день, а я говорю об общественных организациях, о ряде общественных организаций экологической направленности, ну, эти общественные структуры достаточно замкнуты, да. Здесь нужно более детально разбираться, почему так происходит. То ли потому, что в целом общество имеет все-таки достаточно низкий уровень экологической культуры, то ли потому, что нет у нас, возможно, каких-то действенных каналов коммуникации между этими общественными организациями и властью, в том числе профильными министерствами. И нужно усиливать эти каналы, потому что, ну, как бы они существуют, но вопрос о фактической работе этих каналов. Вот. Ну, как бы здесь вопрос, в общем-то, остается открытым. Но вот эта, скажем, категория, да, экологических активистов, она есть, как бы, и вот ее тоже нужно принимать в расчет, потому что много делается с помощью именно вот этих активистов. Вторую группу действительно нужно выделять, это группа таких активных граждан, которые, в принципе, не имеют фактически никакого отношения к экологии, да, никак не связаны ни в образовательном плане, ни там по профессиональной деятельности, но они, скажем, выродились вот из этой протестной активности. То есть, грубо говоря, жизненные обстоятельства сложились так, что они на том или ином каком-то этапе своей жизни, вот, прильнули вот к этим экологическим проблемам. В основном это происходит потому, что в местности их проживания идет какой-то проект, да, связанный с экологическими рисками, и вот эти проекты вызывают определенную беспокойность у населения. Но нельзя забывать еще об одной группе якобы экологических активистов, да, которые, в принципе, никакого отношения к решению экологических проблем по существу не имеют, но они подхватывают вот эту экологическую повестку ради, можно сказать, так, хайпа, да, то есть они, по сути, пытаются вот оседлать вот эти темы, да, связанные с обеспокоенностью населения экологически рискованными производствами, либо с влиянием мировых экологических трендов на белорусское общество. И сделать на вот этих темах себе определенную такую политическую, ну, карьеру нельзя сказать все-таки, да, потому что, наверное, никому не удалось из них этого сделать, но сделать себе политические какие-то дивиденды, да, и, в общем-то, какой-то себе личный имидж вот на этой проблематике сделать. Поэтому, в общем-то, говоря об вот этих трех группах все-таки, ну, если быть откровенными, да, то, ну, нельзя сказать, что у нас выделились уже четко какие-то лидеры там общественного мнения по экологической повестке, либо, ну, общепризнанные лидеры вот экологического движения, которые бы признавались в глазах всего белорусского общества. Владимир Петрович, вы как специалист в политтехнологиях согласны с такой классификацией? С классификацией я согласен, вы абсолютно правы. Проблема в другом, проблема совсем в другом. Проблема в том, что все это снимается сразу, вся плесень, весь нарост, как лишний, да, на этом, когда для общества открыта информация обо всем, что касается общества, когда выполняется стопроцентно Конституция Республики Беларусь, когда каждый гражданин имеет право знать все, что касается его собственной жизни и его жизнедеятельности. Если строился этот завод втихаря, извините, а я знаю немножко про этот завод, потому что мы сейчас предлагаем туда новые фильтры, его надо доводить до кондиции. Этот завод может работать и может быть и эффективным, и полезным, и безвредным. Вы правы, что иногда надуваются пузыри там, где они не должны надуваться. Но когда мы не знаем информации о том, что там будет, как там будет, когда не привлекается гражданское общество на этапе принятия решения, и потом только перед фактом ставят, вот, и говорят, а вот свинца столько, а вот там того столько, и тогда у людей, которые даже понятия не имеют что-то такое, возникает внутренний протест не столько против завода в Бресте, возникает протест против того, что игнорируется мнение людей, а люди там жить будут. Они не знают правды ни с одной стороны, со стороны тех, кто и устроил этот завод, ни со стороны тех, кто пытается их вывести на площадь. Они не знают правды. И эту правду надо очень широко сегодня до людей доводить. И это не только в проблемах экологии. Перед вами один из лидеров сегодня борьбы за экологию страны. Вот передо мной листок. На сей момент в Республике Беларусь работает около 500 мегаватт установленной мощности возобновляемых источников энергии. Это красиво, это здорово, когда один ветрогенератор мощностью 1 мегаватт может тысячи тонн не допустить вредных выбросов в атмосферу. Здорово, здорово. Мы боремся уже с 2013 года, доказывая, что нельзя загубить возобновляемую энергетику в стране, нельзя ее сегодня вычеркнуть, нельзя атомной станции заменить то, что сегодня работает. У нас 99 ветрогенераторов, у нас сегодня 51 гидроэлектростанция, 55 фотоэлектрических станций, солнечных станций, у нас сегодня 23 биогазовых комплекса, 9 мини-ТЭЦ. Так никто же не говорит, чтобы автонной станции заменить, она пока, сколько, ну, расчет 25% потребности. Нет, 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 вот давайте мы все-таки здесь истину, добьемся истины. Правда, состоит в том, что сегодня электрическая энергия, вырабатываем вот этими всеми возобновляемыми источниками энергии, в общем энергобалансе электрической страны составляет 1,17%. А нормативная база, которая создавалась вокруг возобновляемой энергетики последних 5 лет, привела к тому, что сегодня в итоге промышленная ветроэнергетика, солнечная энергетика загублены, и развиваться в перспективе не будут, потому что не все додумали, оказывается, в будущем профиците электрической энергии. Ни с кем не советовались, и опять возникает проблема между теми, кто принимает решение, и теми, кто на этапе принятия решения, подготовки решения, не привлекались к участию. Сегодня я вам доложу, что мы 5 лет просим, убеждая Министерство энергетики, чтобы меня включили в состав комиссии по распределению квот возобновляемой энергетики. Туда включают кого угодно, заместители министров, которые закон ОМА не знают. Давайте будем честными. И они сегодня принимают решение о выделении квот. Нельзя так делать. Гражданское общество – это не лишние люди в стране. И не обязательно это там структуры, как вот сказала Екатерина Викторовна, что это структуры, которые только на этом политический капитал добывают. Есть и такие. Но есть и такие, которые хотят просто участвовать в этом. У них есть опыт, знания, навыки определенные. У них есть международные широкие связи. Давайте этих экспертов приглашать. Поэтому первое, наверное, конструктивное приглашение. Давайте мы с вами станем инициатором. И Владимир Владимирович, в комиссии по… Нет, нет, ради бога, это уже бессмысленно. А теперь уже зачем? Когда там квот осталось, вы посмотрите, копейки. Проблема в другом. Давайте проведем общереспубликанский масштабный форум с приглашением всех зеленых наших экологических организаций, всех тех, кто с этим связан, с приглашением министерств профильных, чтобы там присутствовал кто-то из высоких должностных лиц, может быть, не обязательно сам президент, но чтобы там был или глава администрации, или премьер-министр, чтобы они услышали голос тех, кто сегодня реально на экологическом фронте сражается, а в то же время ждет, что где-то же власть какой-то сигнал подаст, что мы вместе, что мы рядом. Вот в этом вся проблема. Здесь ни в коем случае не хочется умолить вклад, то, о чем я говорила, именно конструктивных экологических активистов. Но вот в продолжение вашему предложению по проведению форума, в принципе, такая площадка уже существует. Уже на протяжении 15 лет в нашей стране проводится экологический форум Республики Беларусь. Возможно, в данном случае, в июне, да, 6-7 июня проходил 15-й в городе Новогрудке. Вот, возможно, здесь имеет смысл тогда внести предложение по, скажем, переформатированию этого форума до уровня международного тогда уже, для того, чтобы все-таки Беларусь стала, ее усилия, да, коллективные усилия консолидированные стали заметны на международном уровне. Ну и, в общем-то, в глазах собственного населения тоже это определенный такой имиджевый ход, потому что все-таки, ну, беларусы, да, они действительно много делают, ну, и в том числе власти, для того, чтобы все-таки сохранять природную среду. Ведь, ну, не зря, наверное, ну, Беларусь практически единственная страна, по крайней мере, на европейском пространстве, которая сохранила в таком объеме, например, водно-болотные территории, да, благодаря которым, в общем-то, дышит все европейское сообщество, да, там, леса и так далее. То есть у нас есть чем гордиться, то есть не все настолько прям плачевно. То есть вопрос о том, как сейчас нам усилить, возможно, свои какие-то меры для того, чтобы вот сохранить наше природное наследие действительно уникальное для будущих потомков, то есть на долгосрочную перспективу. А ваши, в общем-то, проекты и ваша деятельность, связанная с возобновляемой энергетикой, да, в принципе, полностью укладывается в европейские тренды, потому что буквально в конце ноября Европарламент, ну, объявил, как вы знаете, чрезвычайную климатическую, экологическую ситуацию. И вот в рамках вот этой резолюции было принято решение об полной отмене прямых и косвенных субсидий на добычу полезных ископаемых. Вот, поэтому как раз-таки здесь открывается ниша для вот этих альтернативных источников энергии, в том числе и ветряков, и наша атомная электростанция как раз-таки полностью отвечает современному запросу мирового сообщества, поскольку это не просто энергетический проект, а это экологический проект. Вот это, мне кажется, очень важное замечание про экологический проект. Который как раз-таки позволяет решить вот проблему в том числе и климата, да, вот этих выбросов парниковых газов и так далее, не только на территории Беларуси, но и в масштабах, по крайней мере, Европы. Я не против атомной станции. Я, наоборот, наверное, как никто представляю себе, что такое ядерная энергия и что такое ядерная технология. Я в вооруженных силах в определенное время служил там, где обслуживают ядерные боеприпасы. И знаю, что это такое, когда перед тобой на постаменте стоит прибор, который несет в себе 300 килотонн мощности ядерной. Проблема не в этом. Проблема не в безопасности. Проблема там не в экологической сути атомной станции. Проблема в том, что, опять же, такие объекты надо строить после референдумов. Это совершенно очевидно. Это объект, который касается каждого гражданина страны. Второе, к разработке, к реализации проекта надо привлекать не только российских специалистов за их деньги, которые они сами же и съедят, а надо привлекать экспертов, не бояться никого. И тогда можно смело ехать в Женеву, предположим, первому заместителю министра природных ресурсов, ехать кому-то куда угодно и доказывать, что это безопасно, что это не грозит Вильнюсу и так далее. Как только есть промежуточная какая-то линия, отсечено гражданское общество, и решения принимаются только в кабинетах на улице Карла Маркса, я не имею в виду 48, а Министерство энергетики, я им задаю вопрос, что вы сегодня знаете о возобновляемой энергетике? Ни один человек в Министерстве энергетики сегодня понятия не имеет что-то такое, начитался в интернете, не занимался никто, что гайку не закрутил. Понимаете, когда отработал там где-то в одном кабинете на площади Ленина, в другом кабинете, там и решения принимаются теми, никто практически знает что-то такое, а теми, кто хочет что-то кому-то доказать. Вот это очень опасно. Ну, коллеги, давайте не будем из крайности в крайность кидаться. Вот когда наш ведущий задал вопрос, и Екатерина отвечала и сразу начала вести речь, о круге общественности, которая привлекается и сама заинтересована в принятии экологически значимых решений, поучаствовать в их принятии. Мы как-то вот переключились от общественности на каких-то вот вредоносных и ничего не знающих чиновников. Я правильно транслирую? Так об этом президент говорит. Что ж? Нет, нет, я выдумал. Слушайте, есть какие-то конкретные примеры, но при этом есть в целом достаточно гармоничная политика. И я не могу не обратить внимания. Мне еще в 2013 году в Институте законодательства и сравнительно правоведения при правительстве Российской Федерации я давала консультацию по поводу положительного опыта Республики Беларусь по имплементации Орховской конвенции, которая как раз и наделяет наших граждан и правом на экологическую информацию, и правом участвовать в принятии экологически значимых решений, и доступом к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Ну, давайте все-таки мы видеть, как-то более гармонично смотреть. Я не питаю иллюзии, я вижу, как никто другой, как специалист, занимающийся правовыми вопросами охраны окружающей среды, вижу, где у нас есть провалы, где мы что-то не понимаем, но, наверное, надо отдать должное. И здесь, начиная, все-таки должна оттолкнуться от большой беды, самой большой техногенной катастрофы, которая постигла нашу страну, и вследствие чего мы вынуждены были самостоятельно решать эти вопросы. Мне вот, ну, в силу моих жизненных обстоятельствах часто приходится проезжать по югу Беларуси и переезжать на украинскую территорию. То называется почувствуйте разницу. Все-таки то, в какое состояние приведены территории у нас подвешившиеся радиоактивному загрязнению, и как это сделано в Украине, конечно, есть чем гордиться за нашу страну. И здесь даже могут быть приведены оценки, не только наши субъективные, которые могут быть субъективными, да, или показаться субъективными оценки внешних аналитических таких источников, которые, например, предлагают рейтинг по эффективности борьбы с изменениями климата. Вот буквально я держу в руках новый результат за 2019 год, и что мы видим? Например, Беларусь находится в середине, этого рейтинга, то есть из 61 позиции она занимает 40-ую позицию по эффективности борьбы с изменениями климата. Но при этом многие страны Европейского Союза находятся на более худших позициях. Это, например, и Чехия, и Словения, и Болгария, и Польша, и многие другие. А действительно, например, многие страны, которые являются, ну, или, скажем, заявляют себя как мировые лидеры, да, то есть высокоразвитые страны, такие как, например, Канада, США, допустим, вообще находятся на последних позициях в этом рейтинге. У США как бы находятся в частности на 61-й последней позиции, потому что меньше всего баллов в этом рейтинге вообще получило, ну, соответственно, меньше всего, я так полагаю, усилий в дело борьбы с климатическими изменениями это государство внести. Вы абсолютно правы. Главное, не надо прикладывать лекала Соединенных Штатов, Германии, Франции к Беларуси. Беларусь особое государство, и мы сегодня о нем говорим, а не про Соединенные Штаты Америки. Я могу привести яркий пример того, как умеет орган власти работать с гражданским обществом. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Каждый месяц лично министр, подчеркиваю, не чиновник третьего звена, а лично министр собирает так называемый общественный экологический координационный совет. Это порядка где-то наверное 30 представителей зеленых организаций. И лично министр выслушивает каждого, предлагает каждому высказаться и свои предложения высказать. И письменно, и устно. И министр дает оценки и включает это в свой определенный график и свой план. Вот так наверное надо работать всем. меня вот в этом плане просто не потому что министерство энергетики там нас немножко подзажало. Ничего страшного. Сегодня все равно процесс пошел как говорил один великий политик. Но проблема же в другом что есть положительный пример как можно сегодня слушать людей и слышать их. Там разные есть представители в том числе Екатерина такие которые обостренно выступают не столько за экологию сколько против власти. Есть и такие но есть очень много охова птушек бачка ушины и так далее которые предлагают совершенно конкретные проекты которые вместе с государством реализуются и дают положительный эффект в решении экологических проблем в стране. почему бы не взять это на вооружение всем. То что касается форума экологического который вы говорите 15 лет проводится у меня у меня у меня вопрос вопрос и к министерству у меня к министру был вопрос мы с ним часто общаемся вопрос был почему это все опять проводится узким кругом людей почему не вовлекаются все кто сегодня могут что-то в пользу этого сказать показать выставки сегодня лучше не устраивать потому что они как ну как для пенсионера супермаркет очень много всего интересного но нет денег чтобы это все купить и внедрить у государства тоже не так много ресурсов чтобы эти все технологические новинки внедрить но проблема же в другом вот например проводится экологический форум в новогрудке вопрос почему в новогрудке вопрос почему не всех пригласили тех кто там мог бы быть полезным и выступить и сказать что-то полезное мы в новогрудке реализуем уже вот пару лет проект по внедрению возобновляемых источников энергии вместе с Владимир Владимировичем Кузьмичем где построены солнечные коллекторы на детских садиках и школах где в больнице поставлена солнечная электростанция где внедрена новая котельная на новом оборудовании и вот понимаете как-то вот это вот для большого ажиотажа вокруг мероприятия мы вместе с водой выплескиваем ребенка у нас сегодня есть много тех кто был бы полезен вот и сегодня почему-то за этим столом к сожалению представители Министерства природных ресурсов нет они бы многое могли сказать и на эту тему потому что меня к ним конечно нисколько не сомневаюсь но мы сегодня собрались именно экспертным пулом да я понимаю прокачать вот эту тематику я понимаю проблема проблема еще в том что мы тоже претензии предъявляем Министерству природных ресурсов что надо более жестко спрашивать за нарушение экологического законодательства мы разрабатываем предложение сейчас вот новые две практически новые профильные комиссии парламента будут мы будем предлагать им внести изменения в ряд нормативных актов с точки зрения стимулирования внедрения новых экологически чистых технологий потому что если нет стимула не будет ничего мы же понимаем я вас уверяю стимул есть и в статье 79 закон об охране окружающей среды экономическое стимулирование природоохранной деятельности закреплено в законодательстве это слова извините нет позволю с вами не согласиться перед вами сидит бывший депутат Верховного Совета закон может давать отсылочные формы а где дальше развитие в подзаконных актах в нормативных актах есть и в законодательстве в подзаконных актах не собрано может быть в такой один блок как нам хотелось бы это видеть кодекс подходим к очень важному вопросу кстати я попрошу коллег Белта вывести на экран социологические данные которые у нас есть которые говорят о огромном запросе общества на вот эту проблематику на на вопросы касающиеся загрязнения окружающей среды и решения этих проблем вот обратите внимание для тех кому это актуально и скорее актуально да в сумме более 70 процентов населения нашей страны да вот то есть это те люди которым нужна позитивная экологическая повестка и сегодня вот мы слышали очень ну много предложений Владимир Петрович да Тамара Ивановна ну то что болит у каждого то с чем вы сталкиваетесь в повседневной профессиональной деятельности так вот обратная связь с населением да между людьми которые принимают решения в этой сфере тоже важнейший вопрос так вот как эту группу вопросов и альтернативная энергетика и международные правовые вопросы обратная связь большой социальный запрос на стандарт высокий природоохранной деятельности и экологический экологический стандарт так вот все вот эти вопросы возможно нужно как-то закрепить в каком-то не знаю не то чтобы нормативном документе но возможно надо это все свести в одно не знаю направление деятельности в один документ возможно это в программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку возможно речь об отдельной концепции возможно по-другому как-то вот что вы по этому поводу думаете Юрий Викторович а я все ждала когда же появится этот вопрос который обычно висит в воздухе когда мы не знаем что делать мы говорим надо принять закон что я должна по этому поводу сказать система экологического законодательства в достаточной степени слаженная собранная но не бездефектная если в двух словах в нашей системе экологического законодательства есть один системный дефект который мы не преодолели из принятия нового закона о нормативных правовых актах который был принят в 2019 году кстати завтра состоится мероприятие как раз связанное с публикацией информации по этому закону и понимаете что за дефект основным законом в этой области является закон об охране окружающей среды в системе экологического законодательства действует также четыре кодифицированных законодательных акта кодекс о земле водный кодекс лесной кодекс кодекс о недрах закон о нормативных правовых актах это только у нас в российской федерации этого нет в украине этого нет нет и в других государствах у нас кодекс установлен как законодательный акт имеют имеющий большую юридическую силу в сравнении с другими законами и получается так что по кругу регулируемых общественных отношений закон об охране окружающей среды охватывает всю экологическую сферу включая природоресурсные отношения но по юридической силе он имеет меньшую юридическую силу чем вот эти четыре кодекса но если бы это еще была вся проблема экологические отношения комплексные и здесь присутствуют нормы из гражданского законодательства например право частной собственности на землю аренда природных ресурсов концессия сервитут здесь ярко выражен публичный блок это и управление в области охраны окружающей среды и применение тех же мер ответственности и вот это предложение которое я слышу неоднократно решить проблему принятием экологического кодекса в наших условиях не сработает понимаете экологический кодекс это будет такой комплексный огромный нормативный правовой акт на разработку которого потребуется приложение огромных юридических финансовых и прочих усилий а теперь представьте что принят экологический кодекс пока он начнет действовать пока этот маховик развернется мы получим такое количество коллизий которых мы сейчас не имеем я в свое время предлагала разрешение вот этого системного дефекта определением для закона об охране окружающей среды особого его юридического статуса определить его и принять как программный закон это нам позволяет статья 104 конституции и соответствующий закон об утверждении основных направлений внешней и внутренней политики среди которых охрана окружающей среды относится к этим направлениям внешней и внутренней политики стратегическим для государства но я бы предостерегла если у меня такая возможность есть от в настоящее время разработки экологического кодекса я весной в апреле месяце выступала в качестве эксперта по проекту экологического кодекса республики казахстан в казахстане принят еще в 2008 году экологический кодекс и они его как в той песенке я его слепила из того что было все что они увидели все они туда привлекли и получился такой ну как бы сказать разноуровневый нормативный правовой акт в котором есть и очень большие частности и очень много общего вот я опасаюсь этого должна сказать у республики беларусь определенный опыт есть мы в 2005 году я работала в группе экспертов в тогдашнем еще институте государства и права национальной академии наук сейчас этого института нет и мы подготовили проект экологического кодекса но это не был экологический кодекс мы его работали по концепции разработанной Минприроды по сути дела это был я бы сказала так кодекс об охране окружающей среды поскольку включить весь блок юристы ученые юристы экологи говорят либо все либо ничего либо мы туда включаем и природоресурсные нормы либо мы туда не включаем включаем только охрану окружающей среды и здесь появится еще один дефект общее правило в случае коллизия между общей нормой и специальной нормой действует норма специальная приведу пример в случае коллизия между например нормой экологического кодекса и нормой кодекса водного будет действовать норма водного кодекса поскольку она специальная если речь идет о регулировании водных отношений и такой пример приведу чтобы было всем понятно закон об охране окружающей среды ну и вследствие этого конечно и экологический кодекс если вдруг зумы такое принимать, определяет право общего природопользования, закрепляет только за гражданами. И осуществляется это общая природопользование, мы все им пользуемся, без закрепления природного ресурса за лицом, бесплатно. Возникает это право у лица с рождением, заканчивается со смертью. Мы собираем ягоды, грибы, удим рыбу и прочее, отдыхаем на природе. А вот водный кодекс закрепляет это право и за юридическими лицами, давая возможность без получения разрешения, без закрепления природного ресурса за лицом, без уплаты экологического налога осуществлять общее водопользование. Какая будет норма действовать в случае коллизия? Она есть, это коллизия, норма водного кодекса. Мария, чтобы не попросить в юридические коллизии, я вас понял, не кодекс, а что? Самая главная проблема, самая великая. У нас великолепное законодательство, которое нуждается в легкой корректировке вообще. Но это законодательство не выполняется. Есть нормы, которые есть, и есть норма выполнения. И поэтому я хочу добавить еще один вопрос, что надо в нормативную базу из этих законов об обращении с гражданами. Я бы еще, например, внес несколько, не только туда, но и в законы об административных правонарушениях, я бы внес поправки, которые очень строго наказывают рублем тех, кто нарушает экологическое законодательство. Сегодня не боятся ничего, делают, что хотят. Сливают в реки, сливают отходы предприятий, сбрасывают в любые емкости, которые земля образовала, сливают кислые гудроны, сливают отходы отработанных масел и так далее. И за это сегодня такого серьезного спроса, как существует во многих странах мира, к сожалению, у нас нет. Вы какую-то просто апокалиптическую картину нарисовали. Надо спрос увидеть. Ну, позвольте, я отвечу на вопрос. Не кодекс, а что? Я уже сказала об этом. Наделить головной законодательный акт в области охраны окружающей среды, закон Республики Беларусь об охране окружающей среды, статусом программного закона. Есть процедуры, это все в Конституции. Принимается он квалифицированным большинством, и в этом смысле он имеет, он стоит в иерархии источников законодательства после Конституции, решений референдумов, и тогда у кодекса будет меньшая юридическая сила, и тогда этот системный дефект будет преодолен. А вот парируя Владимиру Петровичу, на что хочу обратить внимание. Недавно мне довелось отвечать вместе с коллегами кафедры, которые я имею часть возглавлять, отвечать на вопрос одного государственного органа относительно того, что вот пошла такая волна привлечения лиц к административной ответственности, возбуждению уголовных дел, потом отказываются очень высокие суммы возмещения вреда, подлежащего причинению, причиненного в окружающей среде. Там в сотнях тысяч белорусских рублей. И вопрос задается, а не снижать ли эту планку? Это прямо противоположное, то, о чем вы говорите. Я с вами соглашусь. Речь идет, и это еще сказал классик марксизма-ленинизма, речь идет не об ужесточении ответственности, а о неотвратимости ответственности. В свое время, когда повышали кратно таксы, которые представляют собой исчисление вреда, причиняемого окружающей среде, мы говорили о том, что не надо их так высоко поднимать. Когда эти таксы повысили, сразу лица подлежали уголовной ответственности за незаконный отстрел зайца или утки. И, соответственно, пришлось поднимать эту планку и в уголовном законодательстве. И с этой точки зрения, конечно, они должны быть, ну, эти таксы, эти суммы возмещения вреда адекватными. Тут мы об этом вынуждены будем говорить в свое время. Но есть меры, которые не всегда, вот вы говорите, в Кодексе об административных правонарушениях. Да есть все, целая глава в Кодексе об административных правонарушениях. Целая глава 26 в Уголовном кодексе, в Коапе это 15 глава. Ответственность установлена. Да, подождите. И есть у нас контрольная надзорная деятельность, есть указ президента о совершенствовании контрольной надзорной деятельности. Есть контрольная надзорная деятельность, которая предполагает не только проверки о дальнейшем наложении штрафов и возмещения вреда. Но и такие меры, как беседы, информации, то есть общественность, и не только общественность, но и лицеведущие хозяйственную деятельность, должны понимать, чем чревато нарушение экологического законодательства. В этом смысле, конечно же, цены не было бы, если бы контрольные надзорные органы еще и такую деятельность проводили. И еще один нюанс. В уголовном законодательстве, в этой 26 главе УК, которая устанавливает уголовную ответственность за преступления против экологической безопасности природной среды, если не ошибаюсь, 8 или 9 составов с признаком административной приюдиции. Это означает, что лицо, совершившее административное правонарушение и понесшее за него ответственность, но в течение года, совершившее вновь правонарушение аналогичное, подлежит уже уголовной ответственности. Я бы хотела сказать еще об одном дефекте, и он не только государственный, но он общесистемный. То, что окружающая среда не является приоритетом ни для кого, ни в экономическом смысле, ни в смысле интереса. И какое бы здоровское законодательство у нас не было, и я согласна с вами, что у нас есть с несостыковками, но законодательство достаточное на текущий момент. Есть еще очень много сфер, по которым законодательство или нет, или оно запаздывает. Приведите, может, предметы. Ну, и как бы не запаздывает, это новые вызовы. Это чрезмерное пластиковое загрязнение, в том числе отходы. Это микропластиковое загрязнение. Это по-прежнему содержание определенных химических веществ, небезопасность которых доказана. И это общесистемное наличие ценностей у населения. Действительно, очень высокие по опросам показатели того, что люди обеспокоены состоянием окружающей среды. Но когда мы спрашиваем, а как вы заботитесь об окружающей среде, что вы делаете, чтобы сохранять окружающую среду, то там примерно порядка 24% говорят, что да, я заботюсь об окружающей среде. А когда спрашивают, как? На первом месте это не курю, убираю мусор, не хожу по газонам. И только потом начинаются действия, которые действительно имеют влияние на окружающую среду. Это не сортирую отходы, переделываю вещи, не выбрасываю еще какие-то вещи. Вот еще вещь, очень много нужно работать с населением. Потому что создание этих ценностей, только тогда все будет в балансе. То есть будет законодательство в балансе и то, что мы делаем каждый день в балансе. Я вас вот в этом поддержу, на мой взгляд, как не юриста, категорически не юриста, уголовным кодексом, штрафами, наказаниями, экологическую повестку создать нельзя. Я как юрист с вами в этом соглашусь. Нельзя создать позитивную экологическую повестку исключительно законодательными актами. Здесь вопрос прямой связи с населением, с запросами людей, с их участием во всех этих процессах. И вот, коллеги, позвольте я на завершающем этапе уже, чтобы резюмировать, вам задам вопрос, кто сегодня эту позитивную повестку может диктовать и в чем она должна заключаться. Чтобы действительно воспринималось, что экология это не штраф и не уголовный кодекс. Экология это немножко о другом. Это, вот, как говорил президент, это беречь то, что нам досталось от наших предков. Но в Китае расстреливают за коррупцию. Вот вы сразу опять же уголовный кодекс. И там не так она бунным цветом цветет, как в России, например. Понимаете, расстреливают просто и все, невзирая на члены ранги. Все равно мы постсоветские люди. У нас в подсознании, в подкорке осталась еще боязнь, наказание. Владимир Петрович, это мы с вами, подсоветские люди. А вот эта молодежь, они уже, слава богу, выросли 30 лет без малого в новой реальности. Вы знаете, я все-таки как юрист и как государственник опираюсь здесь на определенные стратегические подходы. Мне представляется, у нас был бы такой не очень большой документ, концепция экологической политики, политики в области охраны окружающей среды, который, к сожалению, признан утратившим силу. Хотя он был такой настолько оптимален, что и сейчас бы мог спокойно действовать. Мне кажется, необходима разработка вот такой стратегии, экологической стратегии, подхода государства. И может быть, и даже, скорее всего, преимущественно с обсуждением, как в свое время обсуждали когда-то проекты Конституции, с обсуждением, с общественностью и принятием торжественно. Но не так, чтобы этот документ принят, юристы о нем знают, а общественность не знает и не знает, к какому документу апеллировать. Вот тогда уже и общественность выскажет свою точку зрения, а что же в этом стратегическом документе должно быть. Тамара Ивановна, надо просто, извините, надо просто провести определенную инвентаризацию. Всего того, что за историю Новой Беларуси накоплено в области борьбы за чистую нашу экологию и вернуться к тому, что было полезным и что почему-то вдруг перестало существовать. Экомарафон, например, это все дети от детских яслей до старшего школьного возраста участвуют в этом экомарафоне. Вы скажете про экомарафон, а я скажу совсем про другое. С 2012 года ежегодно законам о бюджете бюджетный фонд охраны природы, норма о бюджетном фонде охраны природы, приостанавливается ее действие на год и каждый год с 2012 года. Что такое бюджетный фонд охраны природы? Это средства, которые поступают в возмещение причиненного окружающей среде вреда, штрафы за загрязнение окружающей среды, а также средства, полученные от конфискации орудий незаконной охоты, добычи рыбы и самой этой продукции, ну и другие суммы. Этот бюджетный фонд существовал с момента принятия закона об охране окружающей среды с 1992 года. Он был республиканский, областные фонды и минский городской фонд. В пропорции распределялись средства и постановлением правительства определялось, по каким направлениям эти средства расходуются. Почему я на это обращаю внимание? Потому что вот эта связка загрязнила окружающую среду, возместил вред и эти средства пойдут на охрану окружающей среды, позволяет нам реализовать важнейший принцип, на который упирает вся Европа. Принцип загрязнитель платит. Сейчас, ну я понимаю, очевидно, в силу каких-то экономических проблем, средства, которые получаются вот в виде возмещения вреда, поступают, обезличиваются в бюджете государства. Ну вот говоря о позитивной повестке или позитивном ракурсе экологической повестки, ну действительно нужно признать, что все-таки современное общество уже не такое, как было там даже 10 лет назад. Не говоря о том, что 20 лет назад уже совершенно поменялись социальные стандарты, запросы общества другие, чем были когда-то. А говоря о молодежи, мы вообще встречаемся с новым поколением, которые измеряют уже свое благополучие, например, индексом счастья или какими-то другими показателями, которые не укладываются уже в общепринятое понимание нормы. То есть обычного благополучия человека, основанного на каких-то социально-экономических благах. То есть сейчас формируется новое поколение людей, которые задают собственные периметры всему, и в том числе вот экологической повестке. Они видят свои какие-то, скажем, рамки, свои показатели, свои измерители. И то, что было когда-то, конечно, нужно учитывать, но сейчас уже нужно задавать самим другой немножко дух экологической политики. Население хочет само быть причастным действительно к принятию вот этих экологических решений. И вот пример экологического фонда как раз-таки укладывается вот в этот контекст. Почему вызывает отторжение сейчас применение высоких штрафных санкций, действительно отторжение вызывает? Мы анализировали информационное поле, да, и как раз-таки население однозначно негативно реагирует на штрафы. Ну нет понимания у людей, почему за причинение экологического вреда нужно платить там тысячи долларов. Вот пример не так давно был, когда за неправильное использование болотца выплатил там гражданин более тысячи долларов. Однозначно негативные отзывы у населения, которые говорят о вот неприемлемости вот этого ужесточения, да, о непонимании того, что хочет как бы сейчас государство. Для молодежи особенно, как и население всего важно, как бы участвовать в создании этой истории. А для этого они должны, ну, видеть то, что эта история честная. То есть вот такие вот манипуляции, как, например, там с Гретой Тумберг, да, или с какими-то другими личностями, да, в Беларуси они не пройдут. Вот белорусы очень глубокие, очень сознательные и, в принципе, способные разбираться в очень многих вещах люди. И вот эту вот фальшь, конечно, белорусское общество видит однозначно и сразу. И вот в пример можно привести тоже российское общество, да, когда в преддверии вот этих климатических мероприятий в информационном поле российском попытались создать параллельную историю Грети Тумберг. Ну, грубо говоря, нашли тоже шведскую девушку примерно такого же возраста, вот, но пропагандирующую традиционные ценности. Что мы видим? Ну, эта история не прошла. Хотя, конечно, бы там действующей власти, она была бы более выгодна, чем вот амбициозная там Грета с ее достаточно радикальными взглядами, да, на экологическую политику. И вот анализируя, почему не сработала, да, эта история, ну, потому что тоже люди видят, что это пиар-проект, тоже это не искренняя история. А вот в Беларуси все-таки такие, как бы, проекты, ну, вряд ли приживутся. Вот, и, конечно, белорусскому обществу нужно то, во что они будут сами верить. И участвовать, как мне кажется. И участвовать, конечно же. Извините, мы возвращаемся опять к тому, что надо поколение это воспитывать. Вы в метро ездите постоянно. И не только уголовным кодексом. Вот я в метро в последнее время часто ездил. И не столько. В метро, если бы кто-то из молодых ребят или девушек встал и уступил старику место, даже там, то место, которое предназначено для стариков, инвалидов и детей, и беременных женщин, нет такого сегодня. Молодежь сегодня, она живет, конечно, другими интересами, но ее надо воспитывать, ей надо заниматься. И когда я напоминаю про эко-марафон, вот не даст Даша соврать мне, но проводился-то эко-марафон за деньги чьи? За капиталистические деньги, которые выделялись в качестве грантов. Да, привлекался департамент по энергоэффективности и все остальное, но надо этим заниматься. Я выступаю в школах, в учреждениях образования, в колледжах, везде, где только можно. И когда я пришел выступать в Академии управления перед студентами первого курса, которые с гражданки поступают, ну, после школы поступают, они полчаса после этого рот закрыть не могли, им так было интересно, потому что им никто это не рассказывает. Там есть серьезные люди, умницы-педагоги, но они все делают свою какую-то работу, и делают ее высококачественно. Но для того, чтобы сегодня воспитать поколение, которое было таким, о котором говорите вы, для этого надо работать. И работать, еще раз говорю, от ясли, и работать, может, где-то на уровне енотов, которые стучат там. Но это цинизм вообще, понимаете, когда у меня во дворе стоят вот эти вот отсеки все для раздельного сбора мусора, и стоят просто обычные черные эти, значит, контейнеры. И когда вот в черном контейнере там туда сбрасывают в одну копилку, и то, что раздельно собрали, и то, что нераздельно собрали, везут на полигон, и там уже осуществляют сортировку. Обмануть меня, предположим, можно, но обмануть всех нельзя. И люди видят, что это раздельный сбор, это красивая сегодня мода, да, или красивые слова. Кто-то под это хорошие гранты получил, кто-то хорошие деньги зарабатывает на этом, как Ремондис, например, да. Но это все сегодня людям не так близко. Надо заниматься людьми самого-самого. Я вот скажу, в экологической политике важна экология души каждого человека. А вот, Ольга Александровна, мы с вами говорили, у вас на подходе книга за вашим авторством. Может, у вас есть ответ на вопрос, в чем же позитивная повестка? Как раз-таки у меня есть вопрос, на который я ответ не могу найти. Вот, слушая коллег, у меня возникает вопрос. У нас есть законодательство, да, то есть достаточно развитое и так далее. У нас проводится много мероприятий, действительно, на уровне средних и высших и так далее, различных заведений. Вот, почему тогда это не работает? Почему... Почему же не совсем нельзя сказать, что не работает? Нет, я не в том плане, что оно работает, но не в той степени, как мы хотим. Ведь, действительно, мероприятий проводится очень много. Самый главный индикатор, когда мы видим, что что-то заработало, это когда к какой-то деятельности подключается бизнес. Бизнес или, там, коммерческая часть. И сейчас мы видим, что бизнес начинает задумываться об окружающей среде, меняются типы упаковок, меняется маркировка, на которой нанесена. Буквально недавно вступил в силу закон об органическом сельском хозяйстве. И это тоже очень сильный бизнес-порождающий. Но важно понимать, что в школах до сих пор нет выделенного предмета экологии, охраны окружающей среды, которая бы имела практикоориентированную направленность до ребенка. Чтобы это было не только про окружающую среду, там, лес, реки. Потому что мы проводили исследование, и парадоксальный ответ был в том, что люди не ассоциируют себя с окружающей средой, они не чувствуют себя частью окружающей среды. И вот пока мы не почувствуем часть окружающей среды через то самое образование, потому что его все еще недостаточно. Одной маленькой акции или экологического марафона не будет достаточно, потому что речь идет о необходимости системных подходов и дальнейшего планирования. Что-то происходит, но этого не всегда достаточно. Извините, я за утро на телеканалах, всех, какие я смотрю, вижу до 15 вариантов, как приготовить завтрак из экзотических продуктов и так далее. Почему нет темы на телевидении сегодня ни на одном канале? Экологический час, экологический спутник или что-то такое. Надо людям советовать не как кушать вкусно и потом отходы выбрасывать в ворну. Люди не очень. Мы, кстати, куда органику выбрасывать? И некуда ее выбрасывать, если между нами говорить. Мы их должны учить еще и тому, как относиться к окружающей среде. Мне очень импонирует мысль, с которой Даша свое выступление сейчас начала, о том, что очень хорошо, когда бизнес подключается к охране окружающей среды. А теперь вот такой нюанс. Это к разговору о частностях в законодательстве. У нас есть закон о государственно-частном партнерстве. Но среди направлений, где возможны взаимодействия государства и частного партнера, охрана окружающей среды, экологическая безопасность не названы. То у нас на кафедре моя аспирантка сейчас занимается подготовкой диссертации как раз в этом направлении. А там направление вырисовывается более сложное. Речь идет не о государственно-частном партнерстве, а о публично-частном партнерстве. Потому что вот в этой связке должна присутствовать обязательно еще и общественность. Вот такие точечные изменения в законодательстве позволят кому-то, кто захочет бизнесу, принимать участие и финансировать охрану окружающей среды. И мне вот, я неоднократно вот услышала за это время от Владимира Петровича, что кто-то профинансировал. На нашей предыдущей встрече в Институте стратегических исследований представитель общественности экологической замечательную мысль сказал, что мы не относимся к государствам, как раньше говорили, третьего мира, или там векция, как их называли на Западной Европе. Мы в достаточной степени экономически развитое государство, с хорошей устоявшейся экономикой. Ну пора уже, коллеги, не ждать с барского плеча что-то, а самим, привлекая бизнес, финансировать охрану окружающей среды. Коллеги, спасибо большое. На мой взгляд, столько интересных мнений сегодня прозвучало. Наш проект выходит в среду. Всем, кому эта тема интересна, они смогут ознакомиться на сайте Белта, на соответствующих площадках в социальных сетях. Это был проект «Экспертная среда». Сегодня мы говорили об экологии, о позитивной повестке этого важного вопроса, который можно предложить для Республики Беларусь. Ну а мы, наверное, увидимся уже в новом году. До встречи.